Водотурково Водопровод в 60-х годах обеспечивает только школу, детский сад и 25 домов вокруг. Остальные пользуются колодцами. В дождевую, в бочке, потом пользуемся хоть так для чего-то, для скота, а так для питья, для стирки. Два ведра утром, четыре вечера. Ежедневный фитнес для Татьяны Кулинич. До колодца метров 300. Но с ведрами надо подниматься в гору. Это вода для питья. А еще надо напоить птицу и скот. 150 рублей за трактор, чтобы выписать бочку воды. 150 рублей. И нам хватает бочка буквально на два месяца. За год мы выписываем 5-6 бочек. Смотрю, как тратим. Ну, если бы стирали бы, мы еще носили бы от колодца, чтобы на стирку. Это было бы очень-очень. Каждый год идем все старше, старше становимся. Вот это будет трудно, конечно. А пока так справляемся. В село воду проводят уже несколько лет, но все равно остаются проблемы. В правительстве разработали новую программу. Она рассчитана на 24-28 годы. В планах провести воду и вода Туркова. Уже колхоза нету. И водопроводы, естественно, что туда воду не качают уже. И там тоже вышел он со строя. Ну, также много жителей обращаются. Есть у нас 31 общественный колодец. Есть очень много, где-то в пределах 130 частных колодцев, которые имеются, ну, так во дворе. Но именно проблема в чем? В том, что, говорю, что в последние годы засушили годы, и вода в колодцах становится меньше. Даже в некоторых, если вода в колодце пропала. Вода для сел – частый вопрос на встречах с президентом. Например, по селу Колбасно. Там полностью обмелели колодцы. По новой программе в Колбасно планируют провести водопровод в следующем году. Продолжение следует...